Всем привет и сегодня топ 5 кандидатов в президенты в 2024 году. Не успеем мы и глазом моргнуть, как нужно будет выбирать нового президента. Вполне возможно, что это даже дата будет гораздо раньше. Но перед тем, как начать вещание, традиционное стихотворение. Ветер перемен звучит, вот вам кандидаты. Выбирайте, хотя знаем, снова победит Путина очередной приятель. Вот так бы я ровно год назад сказал до результатов единого дня голосования в сентябре. Сегодня у нас есть настоящие претенденты на пост президента. И это на самом деле, вот именно это является самой настоящей угрозой сегодняшней элите в Кремле. А не то, что там в какой-нибудь республике или крае вдруг стал оппозиционный губернатор. Нет, именно то, что этот оппозиционный народный губернатор сейчас наберется опыта, сформирует свою команду и придет в 2024 году в Кремль на достойное, заслуженное место президента Российской Федерации. Место номер 5. Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области. Это кандидат от ЛДПР, победивший в сентябре. Да не кого-нибудь победивший, а саму Светлану Орлову, политического тяжеловеса. Мощную девушку с огромной поддержкой президента. Он просто разнес ее в щепки. Занял только пятое место, потому что уж совсем тихо в его регионе. Он вроде как пришел и начал спокойно там чего-то разруливать. Даже толком свою команду не модифицировал. Работает с теми же людьми, практически с теми же людьми, с которыми работала Светлана Орлова. Как бы поэтому пятое место. Хотя мужчина, подающий надежды, очень серьезный, с богатым опытом. И самое главное, с настоящей, чистой, преданной любовью к родной земле. Место номер 4. Я хотел поставить ее на первое место. Но есть один фактор, который все-таки переместил ее на четвертую, но весьма почетную позицию. Конечно, это Сардана Афксентьева. Какая умница. Это нынешний мэр города Якутска. Ее называют мэром здорового человека. И это так. Она распродала всю роскошь в Якутске. Повыгоняла всех своих помощников, которые были причастны к коррупционным сделкам. Или сделкам, там даже на закупку банкета на 1 миллион рублей. Она всех этих уважаемых людей выгнала. И начала делать реально свою работу. Сокращать расходы. Требовать исполнения обязательств. Ну, в общем, такой очень серьезный, политически грамотный кандидат. Если она оправдает ожидания якутян, то в 2024 году я бы с удовольствием хотел ее видеть на посту президента Российской Федерации. Но на четвертое место я ее перенес потому, что есть некоторые тревожные звоночки. А именно она, несмотря на то, что она была самовыдвиженка, сейчас Сардана примкнула к партии власти. Ну, стала ее каким-то там сторонником Единой России. Это очень подозрительное в наших сегодняшних условиях действие, которое накладывает не самый приятный отпечаток в данном случае. Поэтому четвертое место. На третьем, но весьма на почетном месте у нас Сергей Фургал. Ну, конечно, это губернатор Хабаровского края. Большучий умница. Огромаднейшая умница. Специалист высочайшего класса. Мастерский управленец. И просто человек с большой душой. Его сравнивают с Евдокимовым. И справедливо сравнивают. Очень надеюсь, что он закончит не так же. Вот прям дай бог, чтобы он... Что он сделал? Он сократил расходы на 25% всего чиновничьего аппарата. Он отбавил надбавки, выплачиваемые из бюджета региона, пенсионерам-депутатам. Там порядка 100 тысяч рублей каждому. Добавляли. Он все это убрал, убавил. Сказал, что это вообще никаким образом недопустимо. Заставил идти застройщиков навстречу своим клиентам. Все дома, которые строились на данный момент, сданы в эксплуатацию. И это все сделано за 100 дней. Руководство этим человеком Хабаровского края. Люди его в Хабаровском крае просто боготворят. Обожают и очень уважают. У этого человека просто гигантское будущее. На третьем месте он оказывается, на мой взгляд, потому что он излишне популистически относится. Уж излишне много говорит на камеру и излишне много обещает. Было одно обещание, которое он уже успел не выполнить. Он обещал министра здравоохранения отправить работать санитаром. Но обещание свое не сдержал. Хотя это глупо, но в общем... Ну, третье место это тоже почетно. Сейчас поймете, кто на первом и втором, и будет все ясно. Папа-пам! Место номер два. И, конечно, это Валентин Коновалов. Глава республики Хакасия. Этому парню сейчас 31 год. На момент, когда он стал главой республики Хакасия, ему было 30 лет. Кто там крут? Слава КПСС? Валентин КПРФ. Вот что такое круто. Глава региона, который здесь рулил до Валентина Коновалова, правил 10 лет. И это был не просто какой-нибудь там глава. Это был друг Сергея Кожугетовича и Владимир Владимирович. Настоящий друг. У Путина Хакасия было что-то наподобие заимки. Он сюда летал по 2-3 раза в год. Даже праздновал свои дни рождения здесь, в Хакасии. Это не просто какая-то там точка на карте. И на этой территории, которая всегда была подконтрольна Кремлю и лично непосредственно Путину, побеждает парень, которому 30 лет. Несмотря на то, что здесь было все. Здесь была поддержка армии Шойгу. Здесь были самые крутые политтехнологи со всей нашей необъятной родины. И этот парень смог победить. Еще одно немаловажное событие, которое смог достичь Коновалов, это он пообещал сформировать народное правительство. В отличие от всех изложенных выше кандидатов на пост, почему он занимает именно второе место в ТОПе, он формирует реально народное правительство. Он собрал более 2,5 тысяч резюме, отсмотрел и прособеседовал этих людей. Он пообщался с каждым и определяет самых достойных на посты заместителей и министров. Он очень мало кого оставил из прежней команды. Делает это грамотно, взвешивая каждый шаг. И набирает самых достойных и профессиональных людей именно из нашей Хакасии. Подчеркиваю, в нашем регионе находит самых лучших и нанимает их на работу. Всегда проще сказать, да предыдущие кадры были неплохо и весьма компетентные. Но найти новых, прособеседовать, определить, выбрать лучших, это, конечно, достойно. Ну и, конечно, вы можете себе представить, кем станет Валентин через 5 лет, 2024 году, когда выведет регион, в котором сейчас 22 миллиарда рублей, долго только. Это около 90% нашего бюджета. Вообще на год мы должны. Когда он выведет Хакасию вперед, это станет настоящий, самый достойный кандидат в президенты Российской Федерации. Ну и встречайте, первое место. Павел Николаевич Грудинин. Ну, собственно, я думаю, и так все это прекрасно понимают. Единственное условие, я подчеркну сейчас внимательно, единственное условие, при котором Грудинин не победит на выборах, это только если он на эти выборы не попадет. У него есть все. Команда, опыт, поддержка, невероятная поддержка народа. Ну, на мой взгляд, у него не хватает только программы. Да-да-да-да, я в теме, что есть 20 шагов Павла Николаевича Грудинина, но она сыроватая, эта программа. И за 5 лет мы поможем ее сформировать. Слышите, она есть, она меня не устраивает, и я буду помогать ему ее формировать. Своим блогом рассказывать, а вы в комментариях пишите, что туда еще дополнительно включить, и мы сформируем народную программу, и дадим ее Павлу Николаевичу. Если его пустят на выборы, он победит. Кто из них достоин реально решать вам? Может быть, пишите свои варианты, которые я упустил, или голосуйте в опроснике, которые находятся вверху, в подсказках. Повторюсь, все кандидаты отличные. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, предлагайте свои варианты, обосновывайте почему. Вы думаете, что этот кандидат должен стать президентом? Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Мы здесь вещаем о том, как в регионах, в которых победила оппозиция, народная власть идет жизнь. И вместе с вами помогаем другим регионам сделать правильный выбор. Так что добро пожаловать в нашу команду. У нас все получится. Впереди очень много работы. Добрых вам новостей. Спасибо. 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 Спасибо.